уважаемые подписчики сегодня предлагаю испечь хлеб украинский по госту так как нам для закваски понадобится 35 с половиной процентов ржаного стартера желательно его освежить поэтому с вечера освежим ржаной стартер для этого возьмем 20 процентов стартера из холодильника 100 грамм воды и 100 грамм муки ржаной ржаную муку можно брать как обойную так и обдирную хлеб украинский вырабатывают из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной обойной штучным водовым или формовым массой более 500 грамм допускаются различные соотношения ржаной и пшеничной обойной муки это 80 к 20 70 к 30 60 к 40 50 на 50 30 к 70 20 к 80 в нашем случае соотношение муки ржаной пшеничной обойной будет составлять 60 40 хлеб украинский по госту готовят на густой закваски на жидкой закваски без заварки и на жидкой закваски с заваркой я предлагаю приготовить на жидкой закваски с заваркой поэтому для этого варианта нам необходимо сделать заварку для этого возьмем 20 грамм муки ржаной обдирной или обойной 50 грамм кипятка и после того как смесь остыла до примерно 65 67 градусов цельсия внесем 1 грамм ржаного белого солода этот солод и произведет осахаривание именно поэтому нам не придется оставлять нашу заварку на 2-3 часа при температуре 62 65 градусов цельсия так как заварка у нас будет осахарена при помощи белого не ферментированного солода заварка используется в качестве питательной среды для дрожжей в закваске которую мы будем вместе с ней ставить поэтому вы можете приготовить эту заварку как с вечера либо с утра но при внесении закваску ее нужно остудить минимум до 30 градусов цельсия если вы будете делать заварку с вечера ее необходимо накрыть убрать в холодильник а затем достать и довести до комнатной температуры до внесения в закваску на следующий день поставим непосредственно закваску для этого смешаем освеженную закваску заварку воду и муку все хорошо перемешаем и оставим при температуре 31 33 градуса цельсия на 180 300 минут то есть это 35 часов и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смешав закваску, можно сделать отметку. Делать это не обязательно, но это просто ради интереса. Мы сделаем отметку, чтобы посмотреть, насколько закваска у нас поднялась. Закваску ржаную необходимо использовать после того, как она осела. То есть на пике использовать ее нельзя. Она должна осесть. Мы видим, вот она у нас поднялась и осела. Теперь можно приготовить на ней тесто. Для этого смешаем все указанные для теста ингредиенты. И вымесим в течение 15-20 минут на самой низкой скорости. Музыка Так как влагоемкость муки у всех очень разная, то во время замеса необходимо регулировать влажность теста, добавляя по необходимости или желанию воды. Если вы планируете испечь подовый хлеб, то влажность теста должна быть несколько ниже, а если формовой, то несколько выше. В данной рецептуре у нас содержится всего 40% пшеничной обойной муки. Поэтому развитие клейковины для нас не так важно, как насыщение массы теста кислородом. Именно для этого делается длительный медленный замес. Музыка Оставляем на поражение на 1,5-2 часа при температуре 28-30 градусов. По окончании брожения укладываем тесто на смоченной водой рабочий стол, смачиваем водой руки и формируем заготовку. При работе с ржаной мукой легче всего работать на мокрой поверхности и мокрыми руками. Это также предотвращает возникновение непромесов в готовом изделии. Вот так вот хорошо выравниваем поверхность и выкладываем в форму. Форма у меня L6. Вы можете использовать также другие формы, но желательно использовать форму L6 или L7. Хорошенько выравниваем поверхность и ставим на расстойку. Расстойку желательно делать в пароувлажненной камере при температуре 33-35 градусов Цельсия. Если у вас нет возможности создать пар, то вы можете спрызнуть заготовку водой, а затем надеть на нее шапочку для душа. При выпечке хлеба украинского допускаются наколы на поверхности изделия. Выпечка при температуре 260 градусов первые 10 минут с паром, а затем при температуре 200 градусов до окончания выпечки. Общее время выпечки примерно 50 минут. При выемке из печи хлеб рекомендуется обрызгать водой для придания корочке красивого глянцевого вида. Внутренняя температура хлеба на выходе из печи должна составлять 97-98 градусов. Для этого мы используем термометр и делаем замер. Если мы видим, что температура достигла 97 градусов, хлеб готов. Если оказывается, что температура ниже, мы ставим еще раз в духовку и допекаем еще некоторое время. После полного остывания хлеб необходимо завернуть в кухонное полотенце и оставить на созревание до следующего дня. Поверхность у хлеба украинского формового гладкая, без крупных трещин и подрывов, слегка шероховатая. Как я уже сказала, запускаются наколы. Мякиш пропеченный, нелипкий и невлажный на ощупь. Пористость развитая, без пустот и следов непромеса, а также без признаков закава. Мякиш также должен быть эластичным и после легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму. Если вы нашли это видео полезным и оно вам понравилось, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Беките на здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok